Лев-клуб Виктора Горбунова Петр Первый раз Петр Алексеевич, вот микрофон Скажите что-нибудь, поздоровайтесь Милостивые государы и государы Сыны и дочери Отечества нашего Чады мои возлюбленные Виват! 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 Замечательно Ну, один, я понимаю, что я грех совершаю Но я должен попытаться вас обмануть Попробуй, холоп Итак, вот существуют царские зонтики Царский зонтик, вот чтобы не пекло Сверху он, естественно, черный А внутри золотой Как царю и положено быть Вот, Петр Алексеевич, верите ли вы, что наряду С царскими зонтиками вот такими существуют Квадратные зонтики? Квадратные? Не верю Не верите, а зря действительно квадратные зонтики Тоже существуют Ну надо додумались Квадратный зонтик под квадратную голову Теперь ваш розыгрыш, Петр Алексеевич Хорошо, а веришь ли ты, Сергей, что я тебя сейчас прямо здесь Познакомлю с любимцем царя-батюшки Петра Алексеевича? Не верю Не веришь? Не верю А ну, Ибрагимка, выйди Ну-ка, покажи народу знатному, чему тебя за границей учили А чему за границей-то учили? Песням разным Витамин О, языкам Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Спасибо, спасибо, Петр Алексеевич Спасибо за подарок Действительно удивили Спасибо Пожалуйста, занимайте место за нашим игровым столом С большим удовольствием за игровым столом нашего болевклуба Приглашаю еще одного Петра Великого в лице Анатолия Дубанова Добрый вечер, Петр Алексеевич Добрый вечер Добрый вечер Я очень рад, дорогие друзья, что я сегодня на бле в клубовской ассамблею Ну что ж, у меня есть микрофон Да Итак, обманываю Да Верите ли вы, что сейчас стали продавать в баллонах чистый воздух? Ну, знаете, вот эти вот спреи такие, пш-пш-пш, чистый воздух Чтобы так вот, если надо, вдруг взять и подышать Захотелось кому-то взять и подышать Ну, я думаю, что после того, как уже продают чистую воду, чистый воздух тоже продают Это действительно так, вот такой баллон здесь просто чистый воздух Ну вот Чистый воздух Спасибо Теперь ваш розыгрыш Хорошо Ибрагим, принеси мне, пожалуйста, два бокала Что, пить будем? Царских Да Водку Нет Пиво Нет А что? Чистый экологический продукт Молоко Чистый воздух, чистый экологический продукт Да Кружечка две Вот две кружки, Сережа Вот давай, веришь ты или не веришь Я тебе даю вообще половину кружки Половину кружки Что Петр Алексеевич Это я Да Выпьет эту кружку Быстрее, чем ты Половину? Да Больше, чем у меня? Да Не верю Не веришь? Я выпью быстрее А как это делается, Петр Алексеевич? Как это делается, я не расскажу Но главное Вот теперь можешь ты представить Почему Петр Алексеевич на всех ассамблеях Был всегда трезв И всегда выдерживал все ассамблеи до конца А что, с двойным дном какая-нибудь? Ну конечно, конечно Это кружка с двойным дном Анатолий Дубанов С большим удовольствием Я заикарместил нашего блевклуба Я предложил еще одного царя Петра Алексеевича В лице Евгения Теличеева Петр Великий Ну вы я смотрю налегке Петр Алексеевич Я такой летний Петр В осенне-зимний период я в основном не работаю Да и так вообще редко балую Так сказать, любителей Петра Но в основном летний действительно То есть в летнем доме Да, да, а начало всегда Вот мои коллеги здесь Я понимаю, что мы, наверное, все не оригинальны Всегда мы начинаем очень просто Я, по крайней мере, тоже говорю Чады мои возлюбленные Гляжу на вас и зело ликую А дальше идет привязка к городу, к месту К случаю, к дате Но я вот хочу, что... Сначала мой розыгрыш Пожалуйста Можно я вас буду Минхерс называть? Это даже приятно Потому что Александр Данилович Я не захватил все с арабчатами Александр Данилович Я знаю, что Петр Алексеевич Естественно знал очень хорошо немецкий язык Я? Да, я Я вольный Вот верите ли вы, что Граф Калиостро, да? Он вывел формулу любви Вот верите ли вы, что я сейчас С помощью калькулятора Выведу тоже формулу любви Вот с помощью калькулятора Обыкновенного калькулятора Ну, наверное А сейчас ведь если уж Каспарова Обыгрывает электронно-счетные машины Почему? Вполне возможно Верю, верю И, собственно говоря, правильно делать Я набираю такую цифровую комбинацию 3, 8, 3, 1, 7 Так 383, 17 Затем переворачиваю калькулятор И что здесь написано Либэ Любовь? Любовь? Либа По-немецки, любовь Майн либэ Я-я-я-я-я-я Тогда теперь я Сразу Теперь математическую формулу любви. Теперь ваш розыгрыш. Это нет. Дело в том, что все мои коллеги вас разыгрывали. А я, Сережа, скажу одно, что я такой. И фамилия у меня Тиличеев. Поэтому я книгачей. Сережа, вы не поддержите его? Почту за честь. И я не думал, что вы усомнитесь. Один из указов Петра Алексеевича. Чадо мои возлюбленные. Отцом Отечества, будучи названным, ликую, коль семья моя столь великая есть. Отважился в болотах Ингерманланда заложить крепость, дабы в окно мною прорубленное никто бросить камня не мог. И свеи, шведы, они же, зубами в зависти исходят скрипели. Ну да пусть скрипят, я зубы драть умею. И не такие выдирал. А крепость это будет гордостью Отечества. О чем вельми пекусь. Губернатором назначаю светлейшего Александра Данилыча. И праздник учреждаю Деньграда Святого Петра назвать так. По всему случаю из пушек Пальми ассамблею учредить и на ней веселью и всякому быть. И пойдем опосля рука в руку с Европой, матушкой. А там, глядяши, перегоним во многом соседей заморских. Верю в Россию, ибо начав с глотка, до дна никогда не остановимся. Так оно есть. Ну а еще по случаю праздника с портецей фейерверки устроить и, и, и шары бычачьи надуси и в небо пускать, дабы все видели веселье у нас. Быть посему, писано мной, виватграду Святого Петра, виват, виват, виват. Ну что ж, действительно, виват, 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 но не точность маленькая есть. Какая? А не точность такая, что там губернатор Александр Данилович, а сейчас губернатор Владимир Анатольевич. Да, ну мне нравится одно, что, оказывается, по традиции дня города была заложена именно еще тогда. И, в общем, это здорово. Это самое вот. Все-таки одно из хороших дел Петра имеет, по крайней мере, в данный момент продолжение. Все. Спасибо. С днем гордо вас, дорогие телезрители. Спонсор программы Санкт-Петербургский филиал фирмы Сивма. Год 1990. Город Чикаго. Если не знаешь, это там у американцев. И вот судьба забросила в этот город в командировку в образе Петра Первого. Так сказать, стоять на стенде, зазывать народ, привлекать, приглашать. Язык какой? Язык русский. Русский. Ну, там понимали, я чувствую. Да, понимали. Welcome to Sankt-Peturburg. Тогда Ленинград было. А самое главное, это на третий день пребывания, всего мы были 7 дней, был такой устроен большой прием. Устраивала его тогда советская сторона, Советский Союз. Такой прием по-русски. Бочка икры, много водки, оркестр. Цистерна водки. Цистерна водки, да. Было очень много. И вот, выхожу Петровым первым, да. Завидую. Да слушай дальше, завидую. Если бы это только это. Выхожу Петровым, как обычно, приветствую гостей. Говорю, что буду говорить тост. Мне подают кубок орла и выносят большую бутылку водки. Московской. 0,75. Тогда Сабонис назывался в то время. Помню. А. И тут же принародно выливают это все в кубок орла, ну, для чистоты эксперимента оставляя грамм 100. Чтобы, ну, неверующие могли проверить, что была водка. Говорю тост и выпиваю одним махом. И дальше часа два хожу, общаюсь с народом. А народ общался, да? Да, народ общался, фотографировался. И все за мной ходили и смотрели, когда буду падать. Вот. Ну, как-то вот интересно, в костюме эффекта вот этих 0,68 ну, ничего было совершенно. Я еще понемножку за разговорчиком. Еще пять раз по 0,68? Думаю, больше. Вот. И когда все закончилось, слава богу, это все было в той же гостинице. Прихожу я в номер, раздеваюсь. Вот как только я снял парик, вот эти 0,68 дали о себе знать. То есть дальше я ничего не помню. Утром в 7 утра просыпаюсь в номере, все в порядке, в Америке все сходится. И аккуратненько висит костюм Петра Первого. Очень аккуратно. Но, о ужас, нет ботфортов. Все-таки не сам. По сантиметру осмотрел все три комнаты. Нет. В коридоре. Все лифты, их шесть. Ну, думаю, все, сперли. И здесь такое бывает. А мне еще четыре дня работать. Ну, там из положения вышел. Босиком в народ. Да не босиком, там у кого-то из делегации у женщины белые чулки взял на резиночках, в туфлях. Ну, надо же выходить из положения. Вот. И три этих ужасных дня проходят, и надо возвращаться на родину, сдавать номер. Спускаюсь вниз, а так как за это все заплачено уже, просто формально отдаю ключи и ключи от мини-бара. С гордостью такой, что не пользовался, потому что был предупрежден, что это происки этих агрессоров. Обычно русские, когда ездят, они не пользуются мини-баром. Дорого? Не надо нам это. С собой взяли, консервы открыли, неважно. Вот. Все отдаю, спокойно поворачиваюсь, и вдруг вижу менеджер гостиницы, и с ним какие-то два товарища в штатском. Думаю, и здесь КГБ. И просят меня подняться в номер. Ну, я за собой вины не чувствую, поднимаюсь, вроде ничего не брал. Поднимаемся в номер, они дают мне ключи от мини-бара, и просят открыть. Вот тут мне становится немножко не по себе. Открываю эту дверцу и слышу за спиной гомерический хохот. Открываю глаза, и там мои родные, да более знакомые, ботфорты. Как попали, до сих пор не знаю. Веришь? Нет. Правильно. Анатолий не верит и правильно делает. И у Петра, который в шапке, первое очко, вот этот вот банан. Спонсор программы Санкт-Петербургский филиал фирмы Сивма. Ну, я тогда чикагскому. Я чикагскому Петру. История очень короткая. Я, конечно, в комплексе неполноценности пребываю, потому что в Чикаго меня не вывозили. Но я тоже развозной такой, Петр. 300 лет российскому флоту, 1997 год. А российский флот, в общем, оказывается, обосновался, ну, его там стали строить, вот, почему-то в Азове, там сначала крепость взяли, потом какую-то лодку сделали, сказали, вот, отсюда, мол, есть и пошло российский флот. Азов такой город очень южный, симпатичный, мне понравился, дело не в этом. В общем, там открытие памятника Петру Первому. Вот туда привезли вот этот памятник Петру Первому, накрыли вот ряпочкой, огромная трибуна, на этой трибуне стоят всевозможные лица, местная власть, потом губернатор в Ростовской губернии, казаки оперетошные, которые везде, это всегда пугает, когда Петр Первый, почему-то эти вот оперетошные казаки все, «Ой, батюшка!» и начинают, значит, крестным знамени. Ну, бог с ними. Это на их совести. Народу много. Ну, и как раз там какие-то речи, вот сегодня мы открываем памятник, открываем то-то, открываем то-то, кто-то говорит официальное лицо, потом еще какое-то официальное лицо. Ну, а после этого, значит, должен выйти картинный Петр. Я выбегаю на довольно длинных и тонких ногах, нервические. Народ сначала в испуге, в шоке в каком-то, думает, кого же открывать-то, собственно говоря, ну, дело не в этом. Я выбегаю, люди так, немножко вроде напряженные, казаки на колени падают. Я говорю, а что? К чему? Не надо. Ну, в общем, они так на коленях и остались. Может, у них прострелило, где, я не знаю, можно было не подняться. Бог с ними. А может, они уже были в определенном состоянии. Ну, и я, как всегда, говорю, чады мои возлюбленные, гляжу на вас, сделаю ликую, а ликовать не особо хотелось, было 36 градусов, но ликовал все-таки, как мог, хотя стоял довольно весь мокрый. И выходит представитель культа. Тамошний, ну, я имею в виду, тамошний. Священник, да. Кульный представитель, да, приходит, попик, выходит с трибуны, причем он тоже его как-то разнесло, очень здорово, жарко, он весь течет, у него борода настоящая, все лусы тоже настоящие. И он так идет, с таким простым глазом, так, сначала глядит на то, что сзади меня, а это накрыто тряпками, потом сводит на то, что я есть. Так, вроде Петр-то, вот он говорит. Ну, что же говорит, покрапим. И начинает меня храпить. Ну, храпиться, с одной стороны, мне вроде бы неплохо, как-то более прохладно стало, а потом я говорю, батюшка, там сзади есть, говорю, гражданин. Ты к тебе живот стоишь, так ли я. Ну, в общем, долго пререкались, в конце концов, договорились, я стою мокрый, потом подошел к настоящему Петру, к чугунному, или бронзовому, у него уже воды не было. Он говорит, а по что, кто видит? Ну, ладно, окропили, сняли эту тряпочку, она улетела с шариками, там красивый Петр, на меня совсем не похоже, это, по крайней мере, действительно настоящий такой, из бронзы Петр. А в итоге, потом подъезжает коляска такая, и говорят, Петр Алексеевич, местный представитель власти, Петр Алексеевич, вот, мол, будьте любезны по городу продефилировать, и с народом пообщаться. Я говорю, ну, зачем, говорю, стало дело, поговорю с людьми, это говорит. Ну, и еду, значит, первая остановка, народ гурьбой, я говорю, чады мои опять возлюбленные, ну, там другой коллектив, так что, поэтому можно все время бесконечно постелку крутить, лежу на вазилу, ликую, они ликуют, говорю, есть ли какие вопросы, они говорят, батюшка, царь, жизнь-то какая, о, господи, ты бы их пасохом бы, пасохом бы, я говорю, кого, господи, да этих у всех, ну, я говорю, ладно, ежели, говорю, возможность будет, говорю, поколочу. Ну, дальше опять еду, опять остановка, тут снова подходит, тяжко нам, трудно, ну, и действительно, вижу, в глазах вроде трудно, и что-то я растрогался, а может, меня жара развалила, говорю, да господи, помилуй, конечно, помогу, говорю, какие проблемы, да вот, у меня денег нет, я говорю, да, кто-то еще, говорит, с квартирой вроде как плохо, они, когда к вам зайти, я говорю, ну, вот завтрашнего дня я и принимаю. И так я объездил весь город, все было здорово, симпатично, в конце концов, а когда уже весь мой торжественный променад по городу закончился, а рядом со мной сидел представитель вот администрации местной и все время записывал бумагу. Ну, да, 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 что я наобещал-то всем. Ну, все, приехали уже туда, где, как бы, база, где я должен скинуть с себя скоморожный наряд, надеть цивильную одежду и, как бы, счастливые, извините, все, конечно, естественно, получить определенные, хотя они мне не нужны. Но определенные деньги, чтобы, по крайней мере, на самолете улететь домой хотя бы, в Санкт-Петербург. И так разговариваем с представителем этой администрации, он говорит, какие деньги? Я в каком смысле? Так говорит, вы знаете, вы столько наобещали, что вы еще и должны. Я говорю, а как быть? Так, а вот у меня здесь счет вам. Так мы и расстались. И до сих пор у меня этот чек лежит. Я вот пока нахожусь в долгах. Говорят, там счетчик включен. Вот такая вот история. Итак, так, удивите ли вы это или нет? Петр, который без шапки. Про все верю, кроме счета. А так как не верю в последнее в счет, то не верю. Ха-ха, проверим. А это правда. Правда, я первая. Что показывает. Что показывает. Вручают Петру Летнему. Вот так. Спонсор программы Санкт-Петербургский филиал фирмы Сивма. И вот был такой случай с Петром. Идет как-то Петр по Петербургу. За ним идет его солдат, сопровождающий его. Идут куда-то, идут. Петр идет в своих думах. Идет, идет. Вдруг их обгоняет красавица. Какая-то боярская дочь, наверное. Потому что одета прилично. Солдат говорит, да, Петр Алексеевич. Вот мне бы такую невесту, и можно умирать спокойно. Да какую невесту же? О чем ты думаешь, солдат? У нас столько дел впереди. Нам надо подумать, как там накормить нам солдат. Да как нам Зайчий остров еще немножко достроить. А ты о чем думаешь? Шведов победит. Это шведы потом. Идут дальше. Все равно перед ними она маячит. Солдат говорит, да нет, мне бы такую невесту. Я бы просто, ну, и умер бы спокойно. Ну, о чем ты думаешь? Ну, о чем мне? Нам вот шведов победить еще осталось. Да вообще, столько ратных дел впереди. Солдат опять грустно идет и молчит. Проходят они мимо дома. Смотрят туда, боярская дочь и вошла. Петр Алексеевич на секунду остановился. Пойдем, солдат, со мной. Входят они в эти хоромы боярские. Ой, Петр Алексеевич, боже мой, какая честь, что вы пришли, пожалуйста, к столу. Накрыли быстро стол, дали ему выпить. Посадили солдата рядом. Петр Алексеевич выпил и говорит боярину. Это твоя дочь? Он говорит, да. Отдай ее за моего солдата. Да ты что? Как я за солдата отдам? Свою дочь. Ну, это же солдат, у меня все-таки дочь, боярская. Он уже не солдат, он уже полковник. Полковник? Ну, за полковника, понимаешь, Петр Алексеевич, ну, полковник это тоже хорошо. Но все-таки, понимаешь, ну, что за полковником стоит? Ну, не так много. Ну, вот, он не полковник, он генерал. Ну, если он генерал, тогда Петр Алексеевич разговора быть не может. В это время солдат, тоже изрядно уже успев выпить, поворачивается к Петру Алексеевичу и хлопнув его по плечу, говорит, Петр Алексеевич, да с таким чином я невесту себе лучше найду. Вот такая историческая. Ну, вот историческая байка. Вот правда это или нет? Или неправда. Верю. Итак, Петр Викторович верит. И правильно делает. И правильно делает, и зарабатывает второе очко, вот это вот яблоко. Поздравляю. Спонсор программы Санкт-Петербургский филиал фирмы Сивма. Был такой фильм, на телевидении снимался у нас, он назывался, по-моему, «Четверо друзей». Ну, там фильм... Про собак. Про собак. Но дело не в этом. Значит, там был такой эпизод. Мы были с Михаилом Семеновичем Светиным, народным артистом, невероятно смешным, в отличие от меня. Мы играли с ним вдвоем воришек. Да. Мы грабили в этом фильме, собачки, значит, нас находили. Короче, ну, суть не в этом, не будем рассказывать. Там был один из таких эпизодов, где мы грабили универмаг в местечке Мурино. И вот мы с Мишей и Светиным должны были зайти, такой эпизод. Заходим, одеваем один, плач второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И мы в огромном количестве плащей выходим из универмага. И в этот момент сидят вот эти главные действующие лица, две собачки. На меня был подобран полкан волкодав такой здоровый. Я не помню его имени, но собака восточно-европейская овчарка с меня ростом. Ну, скажем, по росту, как пасеньки шапка. Михаилу Семеновичу с Месиным подобрали собачку поменьше. Она такая, по-кумыристе собачка была, эрделька. Тоже еще та добрячка. Мы говорим, что нам значит делать? А режиссер Ершев нам говорит, ребята, значит, такая ситуация. Вот вы вышли из универмага, смотрите на собак. Какие бы у них там глаза не выкалывали, вы не обращайте внимания, потому что все в порядке. Спокойно вот так чуть-чуть поглядели, потом раз, и как бы скукожившись, побежали по снегу. А это было зимой. А мы говорим, а собаки идут за вами. Но в самый ответственный момент раздастся команда фас, потом фу, и они, значит, раскланившись, отойдут от вас. Не бойтесь, идите спокойно. Мотор, камера, мы с Михаилом Семеновичем раздут, и в этих плащах открывается дверь, из-за него раку выходим. Ну, зверь просто сидит настоящий. Я говорю, Миша, смотри, моя-то какая. Он говорит, а моя добрая. Твои проблемы. Я говорю, ладно. И я, значит, потихонечку так бочком-бочком, ну и побежал. И слышу только, значит, хо-хо-хо, за мной собака. А сзади Михаил Семенович тоже бежит. И за ним тоже, естественно, тоже собака. Но мы-то знаем, что она нас не укусит ни в какой степени, что все в порядке. Там есть владельцы этих собак, которые дрессируют, они там с медалями с какими-то. Ну, и вдруг я слышал, что кто-то меня в руках-то подталкивает. Я думаю, что это Миша догнал, что ли, меня с какой стати, думаю, что он сказал бы слово. Зачем подталкивать? Я, значит, поворачиваюсь, сказать, говорю, Михаил, о, Господи, здесь здоровенная эта псина, раскрывает свою пасть и начинает, значит, просто совершенно откровенно снимать с меня рукав. Он отрывается, потому что нитки были тогда хорошего качества. Там остается второй плащ, второй рукав с меня слетает, третий. Я думаю, сколько же, пять рукавов, а дальше что-то, дальше я сам пойду. Я, естественно, в какой-то определенной истерике. А собака вдруг как-то такая, слыша команда, фу, и моя, значит, с остервенением, с этим, с огромным количеством мануфактуры во рту, как бы так раз, мол, извините, и пошла, значит, не испытав полного удовольствия, я бы не сказал, сильнее оргазма. Думаю, а где же находится Михаил Семенович? Поворачиваюсь. Сугроб. И что-то там в сугробе попискивает, побергивает, думаю, даже юморист какой, думаю, нашел себе какой ход. Сидит в сугробе и что-то там в сугробе играет. Потом, значит, я смотрю так, из сугроба хвост. Михаил Семенович, потом, потом опять хвост, потом опять Михаил Семенович, потом Миша говорит, а что же это такое? Бегает, а сзади у него горжетка. Такая Михаил Семенович. Думаю, что он, естественно, что я себе чернобурую прикрепил. А место причинное. И он вместе с этой чернобуркой-то крутится и визжит, визжит. Потом я понимаю, господи, где бы собака. Она вцепилась, а хозяйка кричит все, фу, 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 фу. А та бы и отфукалась. У нее мертвая хватка. Ну, тут, естественно, подошли люди, отлили снегом, что-то как-то водой. Мы потом спрашиваем, так, немножко обиженный, говорю, владелец собак красавицы. Как же так можно вообще было делать-то? Одна говорит, понимаете, мы из разных клубов собаководства. Я говорю, так а это-то при чем? А Михаил Семенович, ума-ма-ма, ума-ма, 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 ума-ма. Я говорю, при чем мне собаководство? Дело в том, что, понимаете, вот моя восточноевропейская, это клуб служебного собаководства. Я говорю, очень хорошо, они немножко совсем сприветаны, все собачники, они не очень здоровые люди. Похожи на своих собаках, хотя я люблю собак и этих людей. А та, которая дама с эрделькой, это, значит, клуб декоративного собаководства. И они, стоя рядом, оказывается, поспорили, что вот, мол, так, смотри, моя, так выучена, как хватит этого длинного, вот так, вот, что разорвет. На что, значит, обидевшаяся дама из декоративного собаководства сказала, ну и что, а наши тоже не хуже. Вот я сейчас, смотри, и они вдвоем стояли, и сравнивали, сейчас собака лучше. А в качестве, значит, подопытных людей были скромные артисты. Ну, в общем, день закончился не совсем удачно съемочный, потом снимали отдельно, собак отдельно, нас отдельно. В этом смысле было вот так. Ну, скажи мне теперь. Вот такая история. Правда или неправда? Правда это или неправда? Я, в принципе, хочу поверить и сказать, что это правда. А это неправда, и я второе очко вручаю, Евгений. И поздравляю. Вот так вот. Выставка продажа фотоаппаратуры «Практика» Новосмоленской набережной, 1, Малый проспект, 27. Однажды раздался звонок. Женя, я говорю, Женя, Теречеев, Теречеев, у нас к вам пройдет, мы вас беспокоим из Минска. Я говорю, очень хорошо. Мы хотели бы вас пригласить на картину. Глаза загорелись, ну, вот оно пошло. В общем, я говорю, да, я готов. Картину какую-то назвали, я мимо ушей пропускаю, да, подумаешь, какая картина. Главное дело, она есть. Роль очень большая, я даже не заикаюсь, главный, не главный, бог, всем пропадет все пропадом. Все, бегу, достаю билет, свои деньги покупаешь, там тебе потом компенсируют. Мне сказали, что, значит, вас встречать будут прямо здесь, у трапа самолета. Я выхожу с трапа, думаю, что сейчас. А, вы, Женя, здравствуйте, мы вас, значит, ждем. Ну, я еще думаю, так, оттяжку дам, как в правительстве сначала огни, пускай пассажиры выйдут, а потом уже, как бы, значит, я такой легкой походкой, хорошего киноартиста выйду, как бы с блуждающим взором, никого, ничего не вижу. Все прошли, я выхожу последний, значит, разыграю вот это все. Такую усталость, значит, смотрю, нет никого. А люди-то где? Никто меня не встречает. У меня, значит, какого-то такого перепугу, думаю, раз туда, к зданию аэропорта, тоже вроде особо никакого нет. Вдруг какие-то две дамочки тоже вот так же смотрят и все мимо меня глядят. Я так вижу, что у них глаз профессиональный. Думают, вы, говорю, ищете кого-то? Готова, что это, что касается? Я говорю, да нет, я просто... Вы, говорю, не с Беларусьфильм? Ну, с Беларусьфильм вам-то какое дело? Я говорю, а вы кого ждете? Евгения Тиличеева мы ждем. Так погодите, вот они, я. Подождите, вы же маленький и толстенький. Я говорю, в каком? Я говорю, может, я похудел немножко? Как? Нам сказали, что вы маленький, толстенький, котышок такой. Я говорю, ну, как вы, не совсем, что ли, котышок? Ну, ладно, я говорю, садитесь в машину, раз вы Тиличеев, поехали. И одна такая, не улыбайся, ну, как? Она говорит, а мне так сказали. А я сижу, как дурак какой-то рядом. Думаю, что вы, не котышок действительно? Привозят меня к киностудию. То есть это к калачикам сидит? Да, привозят меня на киностудию. И эти две дамы говорят, знаете, мы сейчас у вас... Картина у нас про рабочих. И там есть такой один рабочий молодой, он такой грузный, толстый. Я говорю, а как получилось? Да, не будем вам объяснять. Понимаете, мы сейчас зайдем к режиссеру, скажем, что, значит, это вот вы, Тиличеев, вы приходите. Только не обращайте на него внимания, он нервный. И они забежали передо мной, потом, значит, открывай дверь. А чем, черт, не шутит? Входите. И говорят, вот, Жень Тиличеев. Гоните его, гоните, гоните, гоните. А все, значит, заключалось в том, что один из доброходов в моем театре, по всей видимости, оказавшись в Минске на этой же картине, и не пройдя ни на какую роль, сказал, что есть такой артист, который вы ищете. Толстенький, маленький. Катышок. Увидите этого Катышка, улетите. Настолько, говорит, попадала в Азову. Верю. Итак, Виктор верит. И правильно делает, и зарабатывает третье очко, и выходит в финал. Виктор, поздравляю. Сивма. Фотодовар для любителей и профессионалов. Оптом и в розницу. Бассейны 59. Понимаешь, вот когда у нас Петр Первый начал строить Петербург, ты помнишь, что дорог ведь не было. Была грязь, болото, да? Ну, это было, да. Было все это, да. Было. Но он же все равно ходил по этой грязи, да? Его все народ видел, да? Он топтун был. Топтун, да. Но народ перед этим все равно. Раз царь, они падали перед ним. Царь-батюшка, челом бьем. Так. Ему это не нравилось очень. Но и все-таки, когда в очередной раз опять он увидел своих крестьян, наверное, подданных в грязи перед ним, он решил издать указ. Указ, запрещающий колено преклонения. Да, вы. Ради него народ не марался. Верю. Веришь? Верю. Итак, Евгений верит. А ты! А зря, а зря. Я вот этот ананас вручаю Анатолию и поздравляю его с выходом в финал. Да. Мне очень жаль, мне очень жаль, но все равно в память о сегодняшней встрече от нашего спонсора мне хотелось бы вручить вот этот вот фотоаппарат. Спасибо вам, друзья. Теперь я буду фотографировать. И вот эти вот фотопленки, которые можно бесплатно проявить в салонах нашего спонсора, которые указаны вот в этом журнале. Спасибо. Итак, царь Пётр Великий, Летний Евгений Тересеев. Тересеев, да. Проблемы? Ужасные проблемы. Этот жир невозможно отмыть. Нужен помощник? Это коп. Не оставит от жира и следа. Совсем немного коп отмоет любой слой жира или пригоревшую пищу. Благодаря концентрации активных компонентов коп отмывает лучше и чище других. Чистота, которую видно и слышно. Коп. Чистая посуда без следа жира. А вот и он, ваш новый друг, претендующий на лавры апельсина. Сочный, вкусный апельсец. Вайта Си. Леденцы в самом соку. Вы только посмотрите, все платье в пятнах. Не страшно. Попробуем вот так. Да что вы, отбеливатель. Не волнуйся. Это не отбеливатель, а ваниш. Для белых и цветных вещей. Запомни, немного на пятно. Теперь выливаем стакан ваниш в стиральную машину. Вот это все очистил ваниш. Какое чистое. Угу. Если вы не рискнули бы отбеливать, воспользуйтесь ваниш. Средством, которое удаляет пятна, не содержит хлорки и не портит цвет. Виктор, да, Виктор, вопрос вам. Верите ли вы, что идея устроить в России родильный дом, чтобы женщины рожали в одном месте, принадлежит Петру Первому? Верю. А зря. Потому что родильный дом появился чуть позже на Руси. Итак, Анатолий, вопрос вам. Верите ли вы, что Петр Первый очень любил не только стричь бороды боярам, но и выбивать им зубы. А выбитые зубы он даже коллекционировал. Верю. Петр Первый. И правильно делать, потому что в музее Академии наук до сих пор хранится коллекция Петра Первого с выбитыми зубами от бояр. Итак, Виктор, вопрос вам. Верите ли вы, что известно, что Первый чемпионат России по фигурному катанию состоялся в Санкт-Петербурге в 1897 году? Так вот, верите ли вы, что Первый чемпион, известный спортсмен Александр Паншин был единственным участником того чемпионата? Почему и стал чемпионом? Единственный участник и становится чемпионом. Не верю. А зря. Это действительно так. Это действительно так. Счет 1-0 в пользу Анатолия. Анатолий, вопрос вам. Верите ли вы, что дурак, дурак, это в Древней Руси плеть, предназначенная исключительно для бития жены? Дурак называется. Верю. И правильно делать, и счет 2-0 в вашу пользу. Вот, да. Виктор, вопрос вам. Верите ли вы, что первым, первым, кто стал бороться с дураками на Руси, был Петр Первый? Вот в это верю. И правильно делать, потому что в 1722 году он написал закон о свидетельствении дураков в Сенате. Счет 2-1 в пользу Анатолия. Анатолий, вопрос вам. Верите ли вы, что города Сестрорецк и Братск, это города побратимы? И было время, ну Сестрорецк и Братск, и было время, почему и побратимы? И было время в 70-е годы, когда председатели горкомов партии этих двух городов были однофамильцами, Столяровы. Не верю. Не верите, и правильно делать, и счет 3-1 в вашу пользу. Виктор, вопрос вам. Верите ли вы, что однажды на Дворцовой площади был сыгран матч в живые шахматы? Дворцовая площадь была расчерчена на квадрат, вот как сейчас, да? Только квадрат был закрашен в черные и белые цвета. И выступали две команды. Команда Красная Армия и Красный Флот. Белыми, естественно, была команда Красного Флота, они были моряки в белых тельняшках там. А черными это армия вот в такой зеленых защитных цветах костюма. Не помню, кто в чем, но то, что это было, это было. Верите и правильно делаете, и счет 3-2 в пользу Анатолия. Анатолий, вопрос вам. Да. Верите ли вы, что Петр Первый был человеком, который любил чистоту? Вы как раз об этом говорили, да? И вот правило торговать в белых халатах с ясными припасами было введено Петром Первым, который очень любил чистоту. После этого все люди стали в белых халатах продавать припасы с ясными. Не верю. Не верите, а зря это действительно так. Но счет по-прежнему 3-2 в вашу пользу. Виктор, вопрос вам. Верите ли вы, что Петербург всегда являл собой чистоту, и поэтому первая автоматизированная прачечная для стирки белья появилась в России именно в нашем городе. Первая автоматизированная прачечная в Петербурге. А почему нет? Верю. Верите и правильно делаете, счет становится 3-3. Анатолий, вопрос вам. Верите ли вы, что фабрика Красное Знамя, выпускающая носки и чулки, до решения Петросовета в 1923 году, то есть в период с 1917 года по 1923, носила название Красные Чулки? Фабрика Красное Знамя носила название Красные Чулки. Не верю. Не верите и правильно делаете, счет 4-3 в вашу пользу. Вопрос, Виктор, вам. Верите ли вы, что раньше на Фонтанке катки устраивались прямо в затонувших баржах? Катки на Фонтанке устраивались прямо в затонувших баржах. То есть баржа вот потонула, замерзала, вода... А как она войдет туда? Не верю. Не верите, а зря. Действительно, такие катки были очень популярны на Фонтанке. Еще 4-3 в пользу Виктора и вопрос ему. Верите ли вы, что участники первого чемпионата России по спортивному ориентированию, он проводился в Кавглово в 1908 году, все заблудились в лесу? Спортивный ориентированный. Ребята, вы что там было 24 участника и все в лесу заблудились? Не верю. Не верите и правильно делаете, становитесь победителем в нашем Глеб-клубе, посвященном... Это мой глаз! Молодец! Итак, поскольку завтра Международный день защиты детей, то сегодня вот эти открытки выносит маленькая-маленькая девочка. Она не знает, что делать, поэтому я просто помогу ей выйти. Пойдем, пойдем, я тебя выведу. Ну, неси открыточки. Вот, вынесем Петру Который Анатольевич. Пожалуйста, я... Да, вот, солнышко. Итак, любую открыточку, любую открытку, которая нравится. А можно не я, а девочка? Конечно, можно. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Аня. Аня, давай, вынимай, любую открыточку. Посмотри. Вот эту. Вот эту. Ставлю сверху. Понравилась? Да. Город Ладейное поле. Улица Лапина, дом 31, квартира 32. Пархушин, Пархутин, скорее всего. Лилио Петрович? Ну, имя у вас Лилио Петрович. Но Петрович это уже хорошо. Ну, уже хорошо. Мы вас поздравляем. Теперь у вас дома будет звонить вот такой телефон с автоматическим определенным номером, который вы получаете в подарок. Аплодисменты. И кроме того, вот такую вот таксофонную карту. Приедьте к нам в Петербург, позвоните из любого таксофона в нашем городе. Анечка, спасибо тебе большое. Ну, хорошо, пусть она сидит у вас на руках. Да, конечно. Вот у вас сегодня такая приемная. Хорошо, я с удовольствием. Итак, с большим удовольствием, Виктор, вам от нашего спонсора я хочу вручить вот этот вот набор, который вам пригодится, конечно же, для фотографий. Это фотоаппарат. Спасибо. Набор фотопленок, которые, я еще раз напоминаю, можно бесплатно проявить в салонах нашего спонсора. Давай поклопаем. Адреса которого есть в этом журнале. Поклопаем. Спасибо. Анатолий, вы сегодня победитель в болевку, поэтому вам тоже от нашего спонсора фотоаппарат, фотопленки. Фотоаппарат, фотопленки и вот этот вот журнал, где есть все адреса. Спасибо. Итак, я предлагаю сделать фотографию на память в День города Евгений Телечей, Виктор Горбунов, Анатолий Дубанов. Фотография.